МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А впереди с приличным перевесом наша сегодняшняя героиня Анна Стародымова. Ее утро начинается не с кофе, а с трехчасовой тренировки. Стометровая полоса препятствий штурм башни. Каждый день пять дней в неделю. И так уже шесть лет. Анна Стародымова в пожарно-прикладной спорт пришла из легкой атлетики. Тогда в этом виде состязаний были только мужчины. Но сейчас, говорит тренер саратовской сборной, девушки показывают результаты не хуже. Выполнение упражнений немножко разнятся, но если юноши бегут так же, как и девушки, то Анна Стародымова бежит на уровне самых сильных юношей. Гайки, стволы, разветвитель. Что это такое, Анна не знала, пока не стала заниматься пожарно-прикладным спортом. В сборной к девушкам отношения особые. Этапы практически такие же, как у мужчин. Но рукава легче на два килограмма, снаряды ниже. Забраться на башню нужно только на уровень второго этажа. И лестницу, как мужчин, девушкам нести не надо. Самое сложное, наверное, полоса препятствий. Потому что не всегда на скорости можно соединить гайки. И можно просто занулить результат. Параллельно Анна учится в колледже имени Гагарина. Специальность пожарная безопасность. На последних курсах практика в главном управлении МЧС области, где планирует работать после получения диплома. Жить в таком ритме она уже привыкла. Хотя и были мысли бросить тренировки. Ну, один раз, вот как у меня заканчивается сезон, я сижу, допустим, дома неделю. Ну, не хожу на тренировки. Я уже не могу эту неделю, я уже сразу рвусь, потому что, ну, не могу сидеть дома. Заниматься спортом она планирует как минимум лет до 30. В планах завоевать еще не один титул. Несмотря на то, что она уже трижды чемпионка России, чемпионка мира по пожарно-прикладному спорту 2016. В этом же году Анна Стародымова выиграла первенство России и по легкой атлетике. Разрыв между участниками акции «Человек года» приличный, но пока преодолимый. Все зависит от вашей поддержки. Все подробности в группе ТНТ «Саратов» ВКонтакте. Голосуйте, обсуждайте, предлагайте своих кандидатов. Кто станет «Человеком года» зависит только от вас.